Добрый день, вы смотрите программу Экономикс, с вами Ренат Дашкин и сегодня у нас в гостях Гульфия Альдарна Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками ФНС России по республике Татарстан. Гульфия Альдарна, добрый день, рада приветствовать вас в нашей студии. В этом выпуске я хотел бы с вами обсудить те изменения в налогообложении имущества граждан, которые произошли с 1 января 2017 года. Как известно, до 1 декабря этого года граждане, имеющие в собственности жилье, гаражи, строения и различные объекты незавершенного строительства, а также земельные участки и транспортные средства должны уплатить соответствующие налоги, а именно налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог за 2016 год. Вот данные виды налогов имеют важную роль в консолидированном бюджете республики. Могли бы вы рассказать примерно о каких суммах идет речь вот в этом году по этим налогам? В 2016 году налоговыми органами республики собрано в консолидированный бюджет свыше 5 миллиардов имущественных налогов с физических лиц. Это больше, чем на 5% по сравнению с показателями 2015 года. Компанией было охвачено более 2 миллионов налогоплательщиков. А вот этот 5% рост, с чем он связан? Рост поступлений произошел в основном по налогу на имущество физических лиц в связи с переходом на новый порядок исчисления налога. В частности, это работа, проведенная в нашем регионе по переводу объектов недвижимости на новую налоговую базу кадастровую стоимость. Да, вот в этих 5 миллиардов собранных налогов какой объем составляет налог на имущество физлиц и в какой из трех видов бюджета он поступает? В 2016 году у нас собрано около 1 миллиарда рублей налога на имущество физических лиц. Поступает он в местный бюджет. И вот вы отметили также проделанную работу по переводу объектов недвижимости на новую налоговую базу, это на кадастровую стоимость. Если сравнивать, то налог на недвижимость по кадастровой стоимости значительный ли выше того уровня налогов, который был ранее? В среднем рост налога составляет 12%. Здесь необходимо отметить, что в 2016 году впервые был начислен налог по объектам, у которых отсутствовала инвентаризационная оценка. Это ставило владельцев объектов недвижимости без инвентаризационной оценки в неравные условия с гражданами, у которых по объектам имелась инвентаризационная стоимость и налог начислялся в полном объеме. Следующая причина роста налога – это изменение правил льготирования. С 2015 года в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации льгота по налогу на имущество предоставляется только на один объект. При переходе на новый порядок расчета налога федеральным законодательством предусмотрен постепенный переход, исходя из кадастровой стоимости, в течение пяти лет за счет применения понижающих коэффициентов. В прошлом году этот коэффициент составил 20%, в текущем году 40% и так до 2020 года, когда налог будет предъявляться уже в полном объеме. Спасибо. И вот если говорить об объектах налогообложения, то вот как затрагивают, какие новые объекты затрагивают изменения законодательства? В 2015 году впервые были вовлечены в налоговый оборот объекты незавершенного строительства и объекты индивидуальных предпринимателей, расположенные в торговых центрах с площадью от 3000 квадратных метров. В 2016 году этот порог снижен, и уже в этом году налоговые органы будут исчислять налог по объектам, расположенным в торговых центрах с площадью от 2000 квадратных метров. Таких объектов в республике Татарстан порядка 300. Расположены они в основном в крупных городах, Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. Вот если продолжать разговор о нововведениях в законодательстве по сбору налогов, есть ли какие-то изменения по дате уплаты налогов, допустим, либо другие изменения по процедуре? Да. Срок уплаты имущественных налогов, как и в прошлом году, он единый, и приходится он на 1 декабря. Налоговые уведомления планируется рассылать в августе-сентябре текущего года. Вот с налоговыми уведомлениями отдельная история, и часто бывает так, что возникают проблемы с их получением. Вот что делать в случае, допустим, неполучения налогового уведомления, либо его утери? Это актуальный вопрос на самом деле. С 2015 года действует норма, в соответствии с которой налогоплательщик, физическое лицо, в случае наличия объектов недвижимости и неполучения налогового уведомления, обязан сообщить об этом в налоговый орган. Сделать это необходимо не позднее 31 декабря, в том случае, если налоговое уведомление действительно не получено, и ранее оно тоже не приходило, и если у налогоплательщика отсутствуют налоговые льготы, полностью освобождающие его от налогообложения. А вот в случае, если он не исполнит эту обязанность и не предоставит уведомления, будут ли какие-то санкции? Здесь необходимо понимать, что налогоплательщик, физическое лицо, уплачивает налоги только на основании уведомлений, направляемых ему налоговым органам. Налоговое уведомление у нас не направляется в нескольких случаях. Во-первых, если у налогоплательщика имеется налоговая льгота, налоговый вычет или иное предусмотренное законодательством основание, полностью освобождающее его от налогообложения. Также, если в общей совокупности сумма налоговых обязательств, указанных в уведомлении, менее 100 рублей. Также уведомление не направляется, если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, и в свою очередь он не направил налоговое уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. В остальных случаях, если налоговое уведомление не получено, об этом необходимо сообщить в любой налоговый орган. Форма у нас сообщения утверждена приказом Федеральной налоговой службы и размещена на сайте Федеральной налоговой службы. И если по санкциям, то какой примерно штраф? По санкциям. Ни своевременное непредставление у нас влечет за собой взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении данных объектов. А для владельцев налогооблагаемого имущества налоговые органы производят расчет налога с момента возникновения права на объект, но не более чем за три налоговых периода предшествующих году направления данного налогоуведомления. Вот иногда у налогоплательщика возникает такое желание самостоятельно рассчитать объем налогов. Есть ли такая возможность у них? Если говорить о сравнении, лучше дождаться уведомления конкретно, либо самостоятельно рассчитать этот налог? На официальном сайте Федеральной налоговой службы имеется возможность налогоплательщику самостоятельно рассчитать налог на имущество, земельные и транспортные налоги. Однако следует учесть, что сумма, указанная в налоговом уведомлении и сумма, указанная в интернет-ресурсе, может отличаться. К примеру, при вводе кадастрового номера объекта земельного участка расчет налога производится, исходя из значения кадастровой стоимости объекта, содержащегося в базах данных Росреестра, на текущую дату. Если в субъекте Российской Федерации в текущем году произведен расчет, утверждены новые результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, то расчет налога, исходя из кадастровой стоимости за предыдущие годы, будет уже отличаться. Учитывая эту особенность, в интернет-ресурсе «Налоговый калькулятор» предусмотрен дополнительный режим ручного ввода кадастровой стоимости на заданную заявителем дату. Если продолжать разговор об изменениях, то важным является изменение законодательства, в частности, приравнивание дачных домов к жилым домам. Какие последствия ожидают владельцев подобного имущества? Действительно, принадлежащие физическим лицам дома нежилого назначения в целях налогообложения приравнены к жилым домам. А теперь о последствиях. Во-первых, таким домам можно применить налоговый вычет в размере 50 квадратных метров, не облагаемый налогом кадастровой стоимости. Во-вторых, налогообложение таких домов будет осуществляться в соответствии со ставкой, не превышающей значение 0,3%, которое устанавливается органами местного самоуправления при условии исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости. И в-третьих, собственники домов, относящиеся к льготной категории граждан, в соответствии со статьей 407, это у нас пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, военнослужащие, они у нас освобождаются от уплаты налога. Здесь также возможно применение налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления. Вот что касается земельного налога, то в этом году тоже некоторых ждут новации. Какие имеются особенности при исчислении земельного налога по участкам, где ведется жилищное строительство? Да, действительно, с текущего года заработала норма, которая существует в налоговом кодексе уже 10 лет. Она была введена в 2006 году, и в текущем году налоговые органы впервые ее будут применять. Эта норма касается земельных участков, которые предназначены для жилой застройки. Согласно пункта 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, земельные участки в отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 в случае превышающего 10-летнего срока от периода проектирования до периода строительства. То есть, говоря простым языком, если в течение 10 лет гражданин на этой земле так ничего и не построил, и не зарегистрировал право собственности, то исчисление налога будет производиться с коэффициентом 2. Применение коэффициента 2 будет применяться вплоть до государственной регистрации права на объект. Но также здесь нужно отметить, что при определении 10-летнего периода будет учитываться дата разрешения строительства на объект недвижимого имущества. Соответственно, 10-летний период будет исчисляться не с даты регистрации земельного участка, а с даты выдачи разрешения на объект. Что ж, теперь перейдем к транспортному налогу, тоже один из самых важных. Что здесь нового? Если говорить о перечне транспортных средств, по которым расчет налог производств с учетом повышающих коэффициентов, изменился ли он в 2017 году? Перечень транспортных средств средней стоимостью от 3 миллионов рублей и выше, он ежегодно расширяется. В текущем году налоговые органы уже будут использовать актуализированный Минпромторгом России перечень легковых автомобилей, в отношении которых будет применяться повышающий коэффициент. В данном перечне, уже в актуализированном, по сравнению с перечнем прошлых лет, количество марок и моделей автомобилей увеличилось до 270 единиц. То есть мы видим, что сфера повышенного налогообложения в отношении дорогостоящих автомобилей расширена. Ежегодно данный перечень не позднее 1 марта размещается как на официальном сайте Минпромторга России, так и на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Поэтому любой человек может посмотреть и ознакомиться с этим перечнем и посмотреть, включен ли его легковой автомобиль к дорогостоящим или нет. Получается, тот автомобиль, который находится в перечне, о котором вы сказали, за него надо платить налог в повышенном размере. Но бывают ситуации, когда, допустим, автомобиль в аварийном состоянии, либо не на ходу, и роскоши для владельца он не представляет в этом случае, как происходит налоговая. Так как расчет транспортного налога у нас производится не от стоимости автомобиля, а от мощности его двигателя, средняя стоимость дорогостоящих автомобилей является величиной только для определения коэффициента. А его физическое состояние или его стоимость при расчете коэффициента не учитывается. К примеру, рассмотрим автомобиль BMW серии X6 с мощностью двигателя 408 лошадиных сил. Данный автомобиль у нас отнесен к категории от 5 до 10 миллионов рублей, с года выпуска которого прошло от 2 до 5 лет включительно. Например, это пусть будет 2014 года выпуска. Вот к данному автомобилю применяется повышающий коэффициент равный 2. И если использовать формулу расчета транспортного налога, мы получаем к уплате в год примерно 122 400 рублей по данному автомобилю, с учетом повышающего коэффициента. Хорошо. Ну вот если продолжать тему по транспортному налогу, актуальным являются вопросы для владельцев большегрузовых автомобилей. Вот не получается ли двойного налогообложения, так как они уплачивают уже специальные налоговые сборы, вот та система Платон, о которой в последнее время много так говорится. Граждане, владеющие большегрузами и массой 12 тонн и выше, они у нас уплачивают ежегодную плату по системе Платон. Эта плата может быть зачтена в счет уплаты транспортного налога. Льготы носят заявительный характер. Вместе с заявлением необходимо представить налоговый орган по месту учета транспортного средства. И вместе с заявлением необходимо представить документ, подтверждающий факт внесения платы по Платону. В заключении хочу обратить внимание еще на одно изменение в законодательстве, которое улучшает положение налогоплательщиков, которые ранее не могли оплатить за себя налог. В прошлом году налог за налогоплательщика может быть уплачен иным лицом, то есть детьми, за родителей и наоборот. А также налог можно заплатить за родственника, коллегу, друзей и не опасаться, что налог не будет считаться уплаченным. Благодарю телезрителей за внимание и напоминаю, что уплачивая налоги, мы строим свое будущее. Большое спасибо вам, что пришли к нам в студию за информативный ответ и содержательную беседу. Напомню, что у нас в гостях сегодня была начальник отдела работы с налогоплательщиком ФНС России по Республике Татарстан. До скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова